Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы начинаем модуль 5 и первая наша тема называется Диалоги. Перед тем, как начинать новую тему, давайте мы с вами повторим. Если вы помните, ребята, мы во втором модуле с вами проходили программу Scratch. Кто помнит, что такое Scratch? Scratch, ребята, это программа для создания мультфильмов и игр. А что такое Sprite? Если вы помните, ребята, Sprite это персонажи, которые мы управляли в программе Scratch. Вы помните, ребята, что мы делали? Мы учились делать со Sprite во втором модуле. Если вы помните, мы вставляли Sprite на сцену, меняли внешний вид, научились Sprite произносить фразы, передвигаться на сцене. Также мы научились выбирать фон для сцены. Что мы научимся в этом модуле? Мы научимся герой мультфильмы разговаривать между собой, уничтожим метеорит при помощи координатной системы, научимся применять волшебные эффекты, анимации и многое другое. Перед тем, как начинать, давайте вспомним элементы Scratch. Для чего нужны эти элементы Scratch? Если вы помните, ребята, вот здесь у нас редактор костюма и фон. Здесь у нас мы добавляем спрайты. Здесь мы добавляем фон. Это у нас сцены, где мы создаем разные игры и мультики. А зачем нам нужны вот эти элементы? Если вы обратили внимание, здесь у нас дается два элемента. Но это часть сцены. Значит, это здесь у нас показывает свойства спрайта, а внизу дается список спрайтов. То есть там может быть несколько спрайтов одновременно относительно того, какую работу мы с вами выполняем. Здесь свойства спрайтов, там и список спрайтов. Для чего нужны эти элементы Scratch? Вот здесь наверху, где у нас флаг, это запуск скрипта. Здесь у нас дается список команд, здесь у нас скрипт, а вот эта часть, если вы обратили внимание, вы помните, это у нас называется палитра блоков команд. Значит, это список команд, здесь у нас скрипты, здесь палитра блоков команд, здесь запуск скрипта, А здесь у нас сцена. Так, что делает данный скрип? Что? Применили к его скрещу коту. Вот что здесь мы видим, ребята? Когда спрайт нажат, значит, говорит пять раз следующий костюм, потом ждать одну секунду, потом говорит, создай, используй. Как это все читается? То есть кот меняет костюм пять раз, а затем говорит фразу. То есть здесь у нас дается программа, в которой он выполняет наш кот. Значит, он меняет пять раз костюм, а потом уже говорит фразу, создай свой скрипт. Посмотрите на мультик про рыцарь. Почему рыцарь так быстро перемещается? Ребята, обратите внимание, он как будто, я не знаю, из одной точки сразу перемещается в другую точку. Как вы думаете, почему? Это знаете почему? Потому что здесь программа так настроена. То есть скрипт, он меняет положение от одной точки к другой. Значит, здесь у него идет 300 шагов. А как изменить скрипт, чтобы рыцарь двигался плавно? Чтобы он двигался плавно, ребята, нужно здесь повторить 30 раз, идти 10 шагов. Вместо того, чтобы сразу идти 300 шагов, сделать здесь то же самое, но здесь он уже идет плавно. Поэтому видно, что он идет плавно, и это лучше, чем первый вариант. Скорее всего, есть два стиля вращения. Как называются эти стили, ребята? Мы это уже с вами проходили, но давайте еще раз мы это с вами повторим. Значит, вот то, что здесь показывается, ребята, вот это у нас идет поворот по кругу. Если, вот видите, здесь у нас выделено вот этот синий, вот видите, когда у нас нажат именно активно вот эта стрелка, она у нас, значит, идет по кругу. Видите, либо поворот по кругу, мы его можем применить, как нужно расположить, брать под углом. Как называется этот стиль вращения? Ребята, обратите внимание, в данном случае у нас уже вот то, что в середине, она у нас активная. То есть, как называется вот этот стиль вращения, это у нас называется поворот по сторонам, то есть налево, направо. Если нам нужно, она может передвигаться налево и направо. Мы примем ее, когда нужно, развелось вправе в одну из сторон. Так, теперь наша новая тема, значит, диалоги. Давайте мы сперва посмотрим вот этот мультик. Мы сегодня с вами будем создавать вот такой мультик. Что мы видим здесь, ребята? Мы здесь видим два динозавра, красный и зеленый, и мы видим, как они общаются между собой. Как вы думаете, ребята, как эти герои общаются между собой? Они общаются, ребята, при помощи диалогов. Диалог – это обмен фразами между двумя и более героями. Игры, мультфильм. Как мы видим фразы героев. То есть, как мы видим, ребята? Значит, мы видим, там открывается как будто окошко, там фраза, мы читаем, потом она переходит к другому. То есть, здесь плывая волочка, в котором мы видим фразу, написан сексом. Сегодня на занятии мы научимся делать диалоги. Вот мы с вами сделаем вот такой мультфильм. Значит, что мы видим, ребята? Здесь у нас дается два персонажа. У нас здесь, видите, красный и зеленый динозавр. Значит, первый говорит, красный говорит, кажется, мы скоро вымираем. Зеленый говорит, почему ты так решил? Красный говорит, смотри, что-то летит. И тогда зеленый говорит, нет. Значит, вот если посмотреть на этот мультик, ребята, приблизительно у нас получается вот такой диалог. Кажется, мы скоро вымираем. Нет, почему? Там потом, видите, летит и говорит нет. Для создания диалога в скрэйч нужны блоки, ребята. У нас для запуска диалога и у нас должна быть оболочка над спрайтом, в котором можно написать текст, который нам нужно. Пример скриптовый блок говорит, например, при нажатии на флажер говорит привет одну секунду, потом говорит, как дела, две секунды. Ребята, обратите внимание, там, значит, первый привет сразу уходит, то есть через одну секунду, а потом уже говорит, как дела. Но как дела, там чуть-чуть дольше, и поэтому там идет две секунды. Значит, перейдем наш диалог в скрэйч. Вот смотрите, ребята, первый красный говорит. Кажется, мы скоро вымираем. Две секунды, смотри, что-то летит. Опять две секунды ждет, потом зеленый динозавр говорит, почему ты так решил? Две секунды ждет, опять две секунды говорит, потом говорит, нет, опять две секунды. Если, ребята, посмотреть на результат, то мы посмотрим, что здесь у нас что-то не в порядке. Как вы думаете, здесь что не так? Получается, они говорят одновременно. То есть здесь неправильно у нас учтено время. Они перебивают друг друга, неудобно читать диалог. Чтобы динозавры говорили по очереди, нужно научиться планировать диалог. Что важно учесть в планировании? Время, самое главное, сколько говорит, ждет спрайт. Очередность, кто за кем говорит и какую фразу. Чтобы, ребята, нам это запланировать, нам обязательно нужно создать вот такую таблицу. Здесь, как вы видите, здесь указано время, потом фраза первого спрайта, потом фраза второго спрайта. Когда говорит первый спрайт, второй слушает и ждет. Потом второй ждет, второй говорит свою фразу. Потом опять первый говорит, второй слушает и так далее. То есть обратите внимание на время. Каждый раз меняется, значит, 2 секунды, потом 4, 6, 8 и так далее. Когда мы создаем диалог, ребята, мы обязательно должны учитывать это время. В таблице хорошо видно время, сколько нужно говорить и сколько нужно ждать. То есть здесь у нас, видите, учитывается и порядок, понятно, что делает каждый спрайт. И в то же время мы хорошо видим время, какое время они говорят и какое время они ждут. Так, теперь нужно напишем вот скрипт под паблицей для спрайта 1. Значит, что мы видим? Говорит одну фразу, потом слушает там, значит, потом опять говорит, потом слушает и ждет. Как понять, сколько герой говорит? Ребята, обратите внимание, если посмотреть, значит, кажется, мы скоро вымираем, на это идет 2 секунды, потом опять 2 секунды ждет, потом опять говорит 2 секунды. Здесь, в общем, если посмотреть, у нас получается, что говорит 2 секунды и молчит 2 секунды. Давайте вместе напишем скрипт по таблице для спрайта 2. Ребята, обратите внимание, здесь у нас не указано, сколько времени нужно ждать, а сколько времени нужно говорить. То есть нам уже понятно, что если первый у нас, если спрайт у нас говорит 2 секунды и молчит 2 секунды, то мы здесь тоже должны указать такой порядок. Но когда первый спрайт говорит, второй спрайт что должен делать? Он должен ждать. То есть мы начинаем при нажатии на флажок ждать 2 секунды, потом говорит, почему ты так решил, потом опять ждать 2 секунды и потом в конце говорит нет. Вот у нас будет программа вот в таком виде. Так, теперь давайте посмотрим результат. Все, кажется, у нас получилось правильно. То есть они говорят поочередно и слушают друг друга. Так, теперь динозавры говорят по очереди, потому что мы правильно рассчитали время и последовательность блоков. Ребята, обратите внимание, говорит 2 секунды, ждет 2 секунды. Ждет 2 секунды, говорит 2 секунды. Говорит 2 секунды, ждет 2 секунды. Ребята, здесь мы знаем, что больше фраз не будет, поэтому ждать нам не нужно. После того, как он говорит, там уже ждать нам не нужно. Так, теперь мы с вами, дается несколько заданий, где мы должны найти ошибки. Ребята, давайте посмотрим, что нужно исправить, чтобы справедливили диалог. Ребята, обратите внимание, при нажатии на флажок, значит, здесь у нас Питух говорит, Ку-ка, пора завтракать. И цыпленок тоже говорит, ура, ура, тоже 2 секунды. То есть здесь что у нас не то? Ребята, как вы думаете, они оба говорят одновременно. Значит, что мы должны делать? Цыпленок что должен делать? Цыпленок должен ждать 2 секунды, а потом уже говорить. Так, теперь давайте найдем ошибку во втором задании. Что надо исправить? Теперь, чтобы справедливили диалог. Значит, у нас, обратите внимание, ребята, здесь говорит 2 секунды, пора завтракать, потом 10 секунд ждать, потом опять говорит, поторопись, опять 2 секунды. Здесь у нас цыпленок ждет 10 секунд, а потом уже говорит, ура, 2 секунды. Как вы думаете, такое возможно? Нет, конечно. Здесь у нас, вот время, где у нас ждать, значит, мы должны исправить. У нас ожидание должно быть равным времени произнесенной фразы. То есть везде, у нас есть ли 2, то везде у нас должно быть 2 секунды. Так, теперь давайте посмотрим третье задание. Посмотрите мультик и определите, чего в нем не так. Что там в нем не так, ребята? Посмотрите. То есть здесь у нас получается, что мы не успеваем читать, о чем они говорят. То есть здесь у нас слишком быстро идут эти фразы. Что нам нужно делать? Нам нужно увеличить время глубоко говорить и ждать. Так, теперь у нас работа в платформе. Давайте мы с вами рассмотрим задание, которое у вас дается в платформе. У нас, у вас там 6 заданий. Мы с вами рассмотрим несколько из них и некоторые из них по самостоятельно потом выполните. Значит, здесь у нас дается задание. Надо посмотреть на картинку и ответить на вопрос, получится ли диалог между спрайтами. Значит, при нажатии на флажок говорит, привет, ты не видел мою собаку? 3 секунды. А это ждет 3 секунды, а потом ее, привет, нет, она потерялась. Значит, здесь у нас варианты. Да, спрайты говорят и слушают поочередно. Скорее всего, нет, так как в первом скрипте нет, плохо ждать, нет. Время на фразы и ожидания ответа в каждом скрипте. Нет, хотя спрайты говорят и слушают поочередно, но время не согласовано. Но мы видим, что у нас все правильно. Спрайты говорят и слушают поочередно. Поэтому у нас вариант 1. Теперь здесь у нас дается таблица. Нужно посмотреть, какому динозавру какой скрипт принадлежит. Значит, мы можем нажать и посмотреть. Значит, здесь красный говорит 2 секунды, зеленый слушает. Потом зеленый говорит, красный слушает. Потом опять красный говорит, зеленый слушает и так далее. Давайте посмотрим, какие из этих вариантов подходят. Значит, первый у нас говорит красный 2 секунды, потом ждет, потом говорит. А потом, когда говорит красный, значит, зеленый ждет 2 секунды, а потом уже начинает говорить. 2 секунды, теперь у нас, ребята, здесь дается уже задание в программе Scratch. Давайте сперва посмотрим мультик. Что мы видим на этом мультике? При нажатии на флажок, значит, пингвины, ура, какая жара, потом мегаконечный вид этой пустыни. Вот у нас такой диалог. Что мы должны делать? Мы должны посмотреть на таблицу, рассмотреть вот эту таблицу. Значит, вот посмотрите, ребята, здесь у нас указано время, какие из них, когда они говорят. Потом надо рассчитать время. И потом нам нужно, вот такая подсказка у нас есть, вот в приблизи таком виде у нас должно быть, и потом уже в конце запустить мультик. Ребята, если вы обратили внимание, здесь у нас 2 спрайта. Вот это первый, это второй. На это обязательно обратите внимание. Вот когда мы нажимаем активно, вот у нас сейчас пингвин, видите, вот здесь даже видно рисунок. На это обратите внимание. Иногда дети не обращают внимания, они путают местами спрайта, и у них в конце получается неправильный мультик. Ребята, значит, первый у нас что должен делать? Он начинает говорить, правильно, 2 секунды. Потом ждет 2 секунды, правильно? А змея у нас вначале что делает? Сначала ждет 2 секунды, пока говорит пингвин, а потом говорит тоже 2 секунды. Давайте мы посмотрим, получилось у нас диалог или нет. Вот, получилось. Так, теперь давайте рассмотрим дальше. Так, в первом варианте, ребята, нам и команды уже готовы, нам у нас было. А здесь у нас, в этом варианте, у нас не дается, просто дается мультик, который мы должны посмотреть. Вот, видите, вот у нас мультик. А потом мы должны сами вставить необходимые блоки, чтобы у нас получился вот такой диалог. Надо знать, значит, мы что должны делать? Вот, ребята, здесь у нас дается подсказки, что мы будем использовать. Значит, мы будем использовать это событие у нас при нажатии на флажок. Ждать нам нужно. И вот, говори. Значит, начинает говорить у нас пингвин, поэтому мы ставим сюда пингвин, а потом ждет 2 секунды здесь ждать, потом опять говорит 2 секунды, потом опять ждет 2 секунды. Ребята, я просто не буду здесь писать текст, это уже вы сами напишите. Здесь то же самое, ребята. Здесь у нас, но здесь у нас сперва змея что делает? Ждет 2 секунды, потом уже говорит, потом опять ждет 2 секунды, потом опять говорит. То, что говорит, ребята, вы внутри можете менять и написать текст, который вам нужен. Я просто не хочу, чтобы у нас время на это ушло, поэтому я просто, в общем, показываю, как у вас будет выглядеть вот этот текст. Говорит привет, этот говорит, потом, видите, этот говорит, потом этот, то есть у нас получается вот такой мультик-диалог. Здесь у нас, ребята, вот это задание тоже подобное. Вы должны посмотреть здесь и сами создать программу для этих спрайтов. Теперь давайте здесь. Здесь у нас уже такой вопрос. Принтер ничего не печатал. Мы напечатали, в чем может быть причина. Ребята, обратите внимание, значит, здесь варианты монитор. Так, здесь может быть несколько вариантов. Ребята, на это обратите внимание. Здесь монитор выключен, не подключен мышку, принтер не подключен к розетке, принтер не подключен к компьютеру. Ребята, монитор выключен, я думаю, что это никакое отношение не имеет к нашему принтеру, а мышка тем более. Принтер не подключен к розетке, это может быть. Если не подключен, то она не будет работать. И если она не подключен к принтеру, то в этом случае он тоже не будет печатать. То есть эти два варианта у нас не получаются верны. Вот мы выполнили задание, которое у нас было в платформе. Теперь давайте мы с вами подведем итоги нашего сегодняшнего урока. Значит, что мы научились делать сегодня на уроке? Ребята, как вы думаете, что мы научились? Мы с вами научились делать диалоги, правильно? При помощи таблицы. Какое важное правило мы узнали? Мы узнали, что нужно соблюдать правила. Значит, там нужно время ожидания и время ответа. То есть мы научились составлять диалоги при помощи таблицы. Узнали, как избежать коллабора диалога. Для этого нужно соблюдать правила время ожидания. Должно быть равно время ответа. Вот и все на сегодня. Ребята, до свидания. До новых встреч. Удачи вам!